Перейдем к другим темам. В минувший понедельник свой профессиональный праздник отмечали работники всех телеканалов мира. Международный день телевидения учредила Генеральная ассамблея ООН в декабре 1996 года. С тех пор праздник отмечают ежегодно 21 ноября. По состоянию на конец 2014 года в мире насчитывалось почти 40 тысяч телеканалов. Это учитывая международные, главные телеканалы стран и, что немаловажно, региональные. Своё телевидение уже более 50 лет вещает в Якутии. Сегодня в него входят три телеканала. Это НВК Саха, Саха-24 и Мамонт. Канал активно развивается. Идет техническое перевооружение, повышение квалификации работников. Меняется концепция работы. О будущем и настоящем якутского телевидения расскажет Розалия Борисова. Техническое перевооружение НВК Саха началось еще в 2011 году. За это время ввели в работу новый телевизионный павильон на 300 квадратных метров. Создан цифровой архив компании. Началось вещание в формате высокой четкости. Сегодня новый программный комплекс Skylark обеспечивает выдачу в эфир трех каналов с отдельным программированием. На технической дирекции была поставлена большая, обширная задача. Очень в кратчайшие сроки перейти на формат высокого разрешения. Увеличение канала вещания до трех в таком же формате. И введение производственного программного комплекса АВИ. Все оборудование было поставлено в сроки. Монтажные работы тоже проведены. Телекомпании НВК обязательно нужно было осуществить переход на безленточную технологию. И компания подошла к этому очень глубоко и серьезно, и продуманно. Они изучали те системы, которые работали в нашей стране. Объездили вообще, по-моему, всю страну. Специалисты НВК Саха сами в результате приняли решение. И выбрали систему АВИД, которая действительно, на наш взгляд, считается наиболее подходящей для долгосрочной, долговременной, надежной и высококачественной работы. Наряду с системой АВИД в редакции новостей установлена немецкая программное обеспечение Синерджи. В этом году прошло обновление программы ВИЧ-диверсию. Уровень технической подготовленности телекомпании я бы оценил на твердую пятерку, потому что я вижу, что из года в год оборудование обновляется. Инженеры ваши имеют высокую техническую квалификацию, они проходят и обучение, и много мы консультаций оказываем по продуктам, которых, допустим, они пока не знали. И вот в процессе наших диалогов, наших каких-то совместных работ инженеры учатся. Сегодня зрители НВХ СХ имеют возможность следить за новостями и смотреть любимые телерадиопрограммы в режиме онлайн. Большое внимание компания уделяет повышению квалификации работников. С семинарами, тренингами приезжают известные журналисты страны, преподаватели сферы медиаиндустрии. В эти дни в НВХ СХ обучение проходят руководители подразделений. Итогом тренинга семинара должна стать стратегия развития компании на ближайшие два года. И с учетом перехода на рыночные механизмы, с учетом обновления бренда компании, может быть, это ребрендинг, может быть, это рестайлинг, то есть изменения, может быть, такое незначительное, но в то же время концептуальное. И расширение аудитории за счет открытия новых программ. На обмен опытом и обучение коллектив НВК СХ также выезжает в разные регионы. Совсем недавно сотрудники национального телевидения приняли участие в конгрессе телерадиовещателей. Мы обсуждали перспективы развития региональных телекомпаний, посетили выставку технического оборудования телевизионного, и где наши работники выступали впервые в истории. Наши техники, наши ребята, которые обслуживают нашу современную технологию, выступили на российской арене. Переход на HD-формат позволил НВК Саха стать официальным бродкастером игр «Дети Азии». И уже сегодня НВК Саха является одними из самых оснащенных среди региональных телекомпаний. Вместе с тем техническое перевооружение продлится до 2019 года. Сегодня главный канал Якутии переводит на HD-формат более 30 своих филиалов по всей республике.